Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 29 июля. Русскими войсками взята турецкая крепость Азов. В конце 1695 года в ходе русско-турецкой войны началась подготовка русской армии ко второму Азовскому походу. К весне 1696 года было закончено строительство флота. В апреле 75-тысячное войско под командованием Алексея Шиина двинулось на судах по рекам Воронеж и Дон, а также суши Кайзаву. В начале мая отплыла галерная флотилия во главе с Петром I. К началу июня 1696 года русский флот под командованием Франца Лефорта вышел в море и блокировал Азов. Вскоре против устья Дона появился турецкий флот. Однако, потеряв два корабля, османы ушли в море. 17-27 июля, после бомбардировки с суши и моря, настал решающий момент осады города. Запорожские казаки во главе с гетманом Иваном Мазепа и Донские казаки под командованием атаманов Ролла Минаева начали приступ. После шестичасового сражения казакам удалось захватить наружный крепостной вал. Турки предложили заключить договор о сдаче крепости, так как оправиться после битвы они уже были не в силах. Взятие Азова стало первой крупной победой России над Османской империей и началом превращения России в морскую державу. В честь этого события была выпущена медаль с изображением Петра и надписью «Молниями и водами победитель», а воевода Алексей Шейн первым в России получил чин генералиссимуса. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.